День добрый, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем знакомиться с оболеваниями сердца и на повестке дня сердечными достатками стариков. Хочу обратить внимание, что мы с специалистами из России и Иркутска ежегодно переиздаем клинические рекомендации по кардиологии к аморбидным болезням и там вы можете найти больше информации для обучения, образования и лечения пациентов. Сердце у стариков характеризуется утолщением стенки левого желудочка, повышением его жесткости, при этом уменьшается число кардиомиоцитов заметно, оставшиеся гипертрофируются, кроме того сокращается число коронарных капилляров и таким образом уменьшается возможность коронарного кровоснабжения. В известном фременкемском исследовании показана тесная связь возраста и частоты сердечной недостаточности, которая у лиц после 80 лет достигает 25-30%. С возрастом увеличивается смертность, риск сердечно-судистых заболеваний, событий, число госпитализаций. Пожилых пациентов и стариков вести, конечно, сложнее, чем более молодых пациентов. Во многом это связано с атипичностью симптомов, нарушением познавательных способностей и сложностей понимания врача, выполнением его инструкций. Серьезную проблему создает полиморбидность и необходимость использовать многие препараты лекарственные. Кроме того, выведение фармакокинетика препаратов существенно замедляется. Учет коморбидности позволяет разработать более эффективное и безопасное лечение. Более детальные эти аспекты рассмотрены в книге «Лечение болезни в условиях коморбидности». Хороший эффект ингибиторов натриглюкозного котранспортера 2 у пациентов с диабетом и сердечной недостаточностью позволил предложить использование этого препарата и у пациентов без диабета. Важнейшее значение имеет мониторинг основных гемодинамических показателей. Здесь вы видите пример пациента 82-х лет, который много лет наблюдался после коррекции аортального стеноза. На очередном осмотре было выявлено расширение левых камер сердца, рекомендовано более частый мониторинг с интервалом в 2 месяца. Однако пациент не появился и пришел только через год уже с тяжелой сердечной недостаточностью. Кардиохирурги отказали ему в лечении, и пациент погиб. В лечении сердечной недостаточности отдельно стоят болезни клапанов сердца, там где требуется коррекция хирургическая порока. Ишемическая кардиомиопатия требует ревоскулиризации обычно и сложна для ведения группа не ишемических кардиомиопатий. Сложности диагностики сердечной недостаточности у пожилых пациентов обусловлены многочисленными коморбидными заболеваниями, затрудняющими точную оценку тяжести заболевания. Обращаю внимание на правила беседы с пациентом старческого возраста, поддержку, сопереживание, внимание к нему. И простые, понятные вопросы и ответы, поскольку когнитивные возможности этих пациентов часто снижены. С возрастом частота дисфункции левого желудочка увеличивается, при этом преобладает у мужчины сниженная фракция выброса, а у женщин сохраненная фракция выброса. Здесь вы видите особенности. Сердечно-недостаточности сохраненной фракции выброса. При этом прогнуть сопоставим как при низкой, так и сохраненной фракции. Пока природа дисфункции левого желудочка с сохраненной фракцией выброса остается не до конца понятной, в последнее время изучается микроваскулярная дисфункция. Часто изменения массы тела происходят медленно, поэтому есть достаточно времени, чтобы своевременно скорректировать программу лечения, добавить диуретики, увеличить дозу ингибиторов ангетинзенопревращающих ферментов или обратиться к врачу. Среди лабораторных индикаторов дисфункции сердца заслуживают внимание мозговые на триуретические пептиды, которые помогают в диагностике пациентов с неясной одышкой, позволяют более точно прогнозировать течение заболеваний и эффект лечения. Критерии сердечной природы одышки по данным НТПРО-БНП существенно зависят от возраста, согласно последним американским рекомендациям. В ряде случаев полезно использовать мозговой на триуретический пептид для оценки эффективности лечения. Хочу обратить внимание, что декомпенсация сердечной недостаточности, с которой обычно пациенты попадают в стационар, это разновидность острой сердечной недостаточности. Соответственно, использовать функциональные классы и стадии нецелесообразно. В отличие от дисфункции левого желудочка с сохраненной фракцией выброса, при фракции выброса сниженной разработано достаточно много методов лечения, из которых обращает внимание комбинированный препарат сакубитрилбарсертан, который выиграл у инолаприла по выживаемости и используется часто в последнее время. Не следует думать, что низкая фракция выброса – это необратимо. Здесь вы видите траекторию фракции выброса в течение нескольких лет, и видно, что прирост может достигать 15-20% и даже более. Нередко пациентам советуют существенно ограничить прием соли и продуктов ее содержащих. Вместе с тем, хочу обратить внимание, что гипонатриемия значительно повышает смертность пациента. В исследовании ХАРД ограничение соли меньше 6,5 г за сутки заметно увеличило частоту госпитализации сердечной недостаточности. Если мы обратимся к современным рекомендациям, то у пациентов до появления сердечной недостаточности ограничение по соли гораздо жестче, чем после ее появления. Существовало много вариантов введения пациентов с острой сердечной недостаточностью. Наконец-то в прошлом году подходы были унифицированы, и Европейская организация по сердечной недостаточности представила свой совершенно разумный и практически приемлемый вариант введения таких состояний, которые ориентируются на тактику введения быстродействующими петлевыми диуретиками в зависимости от того, принимал пациентов раньше или нет, как он реагирует на первую дозу препарата. Эффективным считается лечение сердечной недокомпенсации, когда пациент за сутки выделяет не менее 3-4 литров воды. Вместе с тем, если диурез избыточен и превышает 5 литров, нужно сократить активность диуретической терапии, потому что это может привести к электролитным серьезным нарушениям и тромботическим осложнениям. При введении пациентов с сердечной недостаточностью в состоянии декомпенсации, если это происходит в течение нескольких дней, видно, что эффект диуретика снижается. И поэтому, если нам не удается в первые дни добиться существенного эффекта, приходится заметно усиливать лечение дополнительными методами. Если диуретики позволяют убрать в воду избыток жидкости, соответственно улучшить состояние пациента, то другие препараты также способны при долгосрочном приеме повысить выживаемость. К ним, безусловно, относят бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин, превращающие в ферменты, блокаторы рецепторов ангиотензина. Несмотря на то, что бета-блокаторы часто недостаточно эффективны у пациентов старших возрастных групп, тем не менее, по влиянию на сердечную недостаточно сниженную фракцию выброса, они не отличались при сравнении пациентов до 65 и после 65. Препарат мы тетруем, стремясь добиться частоты сердцекращений 50-60 минут. Хочется обратить внимание, что у бета-блокаторов эффективность связана не столько со снижением частоты сердечных сокращений, сколько с влиянием на общую смертность путем блокады симпатической нервной системы. До недавнего времени мы могли назначать сакубитрил вальсартан только при стабильном состоянии пациента. Последние работы показывают, что препараты можно использовать и при декомпенсации сердечной недостаточности. Несмотря на сдержанное отношение к декоксину, следует отметить, что как компонент лечения, особенно при низкой фракции выброса, при большом левом желудочке, препарат позволяет улучшить состояние пациента, уменьшить частоту повторных госпитализаций. В связи с активной диуретической терапией и использованием препаратов класса ингибиторов ангитензин-превращающих ферментов калий-задерживающих препаратов, следует особое внимание обратить на состояние калиевого баланса, потому что и низкий уровень калиемии, и высокий уровень калиемии могут встретиться у пациентов. При этом и гипокалиемия, и гиперкалиемия повышают смертность. Большой проблемой является приверженность пациентов после того, как мы добились компенсации сердечной недостаточности в госпитале. И если пациенты не выполняют, что встречается нередко, рекомендации врача, то, конечно, частота обострения и смертность заметно выше. У пациента с выраженной систолической дисфункцией левого желудочка и приемлемой скоростью клубочков фильтрации сперва в том существенно снижает смертность и частоту повторной госпитализации. Важно отметить, что эффективность статинов снижается у пациентов в сердечной недостаточнике. И в тех случаях, когда у нас имеется много препаратов, и нам целесообразно уменьшить число их, нередко можно пожертвовать статинами, особенно при невысокой ожидаемой продолжительности жизни, отсутствии коронарной болезни сердца. Особое внимание обращаю на то, что дозы препаратов очень часто неадекватны и далеки от рекомендованных, несмотря на то, что состояние пациента, артериальное давление, переносимость препарата вполне достаточно для усиления терапии. Ну вот и подошла к концу наша очередная встреча, посвященная обсуждению проблем заболеваний сердца у пожилых людей и стариков. Спасибо вам за внимание. Сейчас я буду готовиться к следующей лекции, в которой мы обсудим проблемы артериальной гипертензии. заказал в Америке конвертер для того, чтобы при помощи фотоаппарата вставить видео в нашей лекции. И тогда вы сможете увидеть вектора живьем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok